Итак, сегодня мы готовим снить. Это креветки, да? Это да, это дикая креветка, гамбон сальвахи, это дикая креветка, это та, которая выращивается не на фермах, не в искусственных водоемах, а ловится именно в океане. Вот серо-коричневого цвета, это немножко уже такая подваренная, поэтому мы ее немножечко, так сказать, допилим. Так, чеснок, да? Сколько его надо? На килограмм, я буду делать два рецепта, один рецепт это из моих любимых, которым я готовлю вангустины, и не вангустины, и все подряд. Для этого рецепта нужно где-то на килограмм креветок, нужно будет где-то зубочка три чеснока, но это будут, они будут как бы тушеные, с большим количеством красного перца, каенским перцем, это будет очень круто. И лимонным, да? И в конце лимонным, да. А второй рецепт, они будут именно обжаренные, это называется на планче, то есть на сковородке, они обжариваются в оливковом масле, и потом немножечко добавляется чеснока, ну, на килограмм где-то шесть зубочков. В общем, мы делаем килограмм один рецепт, килограмм другой, у нас будет два вида приготовления. Также готовятся именно этим же методом лангустины, правильно? Да. Ну все, сейчас мы будем заснимать это. Так, нам нужно будет две таких больших мощных сковородки. Одна из них это азиатский вок. Да. А вторая? Обычная сковородка, просто чтобы они не смогли лечь там ровненько. Ага. Что ты сейчас делаешь? Сейчас их надо немножечко промыть теплой водой, чтобы они подрастали. Ну, какие красавцы, мамы-ли-ли-ли. Это сейчас обалдеть, я бы такую воду встретить не хотел. Вот, сейчас мы это все делаем маленько промыли. Моем, они подрастают и начнем. Ну, а готовить у нас будет супер шиппо. Местный галисийц. Который уже готовый. С чисто галисийской фамилией. Да, с чисто галисийской фамилией. В общем, они полежали в горячей водичке минут пять. Услили мы и вот. Они были сухой заморозки, поэтому им много не надо было. Корки льда никакой нет, ничего. Поэтому они просто чуть-чуть полежали. И все. Теперь будем готовить. Так, что за масло у тебя? Обычное оливковое масло. Экстра-верджин. Первого джима, или как там оно по-моему называется. Ой, вкусная биближоня. Знаю, что так не надо облизывать, но мне нравится. Начинаем, ребята, выкладывать. Может, подогрелось, но не шутерем, чтобы оно кипело. Чтобы мне брызгало. Да. Какие красавцы. Сейчас мы чуть-чуть. Помню, что на гуне. Слезавцы такие ожили. По сковородке. Есть какая-то рыба, когда ее жаришь, она уже дохла. А ее когда жаришь, видно, как-то мышцы с мышцами как-то там. Что-то с ней происходит, а она аж прыгает начинает. Выглядит жутко. Но они огромные, конечно. А дай мне жутко одно. Посмотрите, какая красотка. Вообще, бомбическая, конечно. Ибо, поскольку я не знаю, что это за рецепт, я его делал первый раз. Поэтому я... Откуда ты его узнал? Дядюшка интернет. Сеньор интернет. Я просто сузительный дарит. Большой любитель всей этой. Поскольку есть. Я уже как только ее не готовлю. Газ у вас. Достаточно. Так, довольно средненький. Он довольно мощный. Вообще, это делается на довольно мощном огне. Так, и пока у нас это обжаривается. Пока обгоняется, мы... Просто пластиночкой нарезаем чесночек. Чеснокодавилкой. Можно чеснокодавилкой, но может быть слишком ядреной и слишком навязчивой. Так, ну вот немножко чеснока. Это буквально три крупных зубочка. Ну вот такой подъем чеснок. Если вообще морепродукты покой не очень любят. Здесь надо периодически ядок немножечко расшевеливать, чтобы они равномерно в масло попали. Если посмотреть, они начинают это становиться немножко более прозрачными. Значит, уже немного прозариваться. Если так посмотреть, начинают немножко прихватываться. Это рецепт для тех, кто любит морепродукты. Потому что если ты не любишь морепродукты, этот рецепт не зайдет. Потому что здесь будет яд и выраженный вкус морепродуктов. Многие любят его прятать за соусами, за флифтами, что за чем-то. Мне нравится вкус именно самих морепродуктов. Тем более, что они немного проварили уже. Их как бы довольно грешно. Звучит корона, да, варит, да? Да. Ну, сейчас я вот жду момента, дай их перевернуть. Я хочу, чтобы они так разжарили. Но запах, конечно, уже пошел. Ух, не передавая. Вот, если посмотреть, видно, что он начал зажариваться. Видно, когда подарили лапки и так далее. Прежде чем, что он зажаривает с двух сторон, этого достаточно. Вот побелел панцирь, панцирь стал очень хрустящим. Зона тут не сгорел. Плюс он немножечко подтянул под себя хвостик. Обратите внимание. Они по мере прожарки, они начинают под себя подхватывать хвостик и начинают закручивать. Ну, они не должны. Так, что еще облегляет хвостик. Они в этом отношении довольно такие. Довольно проще. Добро панцирь. Ой, это еще все, это просто класс. А особенно, когда жарят шашлычок. Потому что здесь, в испании, что что-то они не жарят на шампурах, как мы это делаем. А у них идет больше как барбекю. То есть они ставят решетку и как бы выкладывают на решетку. Вот. И переворачивая, там, накалывать заводом. Либо это с длинными такими зубами, либо еще лучше, вот такая сапачка. И так, следующий год, этап, я не прошел. Просто засыпаем чесночок и вот этому движению его распределяем. Он сейчас начнет отдавать свой аромат этим товарищам. Более-менее, чтобы он был со всеми ими. Если не хватит, можно подрезать как бы. Я думаю, что и достаточно. Смотри, вот из этого товарища вот сок, фрукта льется. Посмотри, внутри него петельцов. Да. И вот благодаря вот этой жарке, он будет настолько сочный. Начинаем немножко прилипать. Если сейчас будет так же дальше, мы немножечко еще дадим им литрового масла. Ну, я не думаю. Ну, это будет очень. Ну-ка, покажи. Отлично. 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 Супер. Покажи. Молодец. И теперь мы делаем огонюх на петель. И даже у этого товарища сок одного лимона. Я так поняла, лимоны на все морепродукты идут, да? Морепродукты, они очень любят лимон, рыба особенно. Но есть люди, которые не любят лимон. И которые не любят морепродукты с лимоном. И вообще не любят морепродукты. И вообще не любят морепродукты. Ну, я так и кофе не понимаю. Что можно еще... Уменьшили огонь? Да, уменьшили на минимум огонь. Сейчас мы делаем финтушами. Еще два зубчика чеснока. Именно свежих, чтобы он отдал сок этому лимону. И все. Опять это дело немножечко перемешиваем. Ой, запах с ума сойти. Супер. Теперь мы делаем следующее. Вся эта история почти у нас готова. В принципе, что, 10 минут даже не прошло, да? Особо. Ну, сейчас вот это вот... Так это при учете, что я такое дело пробую первый раз. Я когда-то уже жарил, но немножко по-другому. Мне там не очень понравилось. Делаем это на максимум. Разогревается эта вся история. Как бы уже пропарился лимоном, мы выдавливаем пока он на максимум. Выдавливаем еще один лимон. Вот так. И потом убираем с огня. Отдаем ему пропитаться все эти вкуснятины. Не обязательно так, чтобы она сильно была накрыта, чтобы не так сильно пар выходил. Все, это готово. Вау. Ну, ведь неплохо, но... Значит, вот в этой истории она немного подостыла. Можно чуть-чуть ей дать соли. Чуть-чуть. Но фишка в том, что панцирь не даст ей взять много соли. Соль, кстати, такая крупная гранула. Это очень классная штука именно для мяса и морепродуктов. И все. И оставляем дальше стоять. Сейчас эти кристаллики чуть-чуть подплавятся. И много он не возьмет, но будет достаточно. И потом в процессе употребления уже просто лимонного сока. Второй рецепт. Следующая история. Это уже мой более-менее классический, как я готовлю практически все. Все это что? Креветки и лангустины? Креветки, лангустины, вот большие креветки. Здесь в Усмане делают большую разницу между креветками большими и малыми. Лучшими считаются креветки, конечно, малые. Причем такие же сальвахи, которые пойманы в дикой природе. Они выращены, но они стоят колоссальных денег. Ну, там, килограмм креветок может стоить порядка 50-70 евро. То есть это там около 5000 рублей. Вот таким вот образом в оливковом масле выжариваем чеснок. Практически чесночок во фритюре получается. Да вкусно пахнет уже. Да, ты, конечно. История в том, что он отдает всю эту историю маслу. Идеально для этого подходит вот такая сковородка азиатская, ВОК. Но, скажем так, делал на обычной сковородке. Может быть не так удобно, но не менее вкусно. Ну, тоже когда-то была такая сковородка. Это совсем прям идеально. Итак, все, вот он до золотистого такого, серьезно золотистого цвета зажарился. И отправляем туда наших товарищей. Все, они там стекли типа, да? Да, они отдали лишнюю воду, аккуратно может брызнуть. И вот. Вот это так, класс. Вау. Все, возвращаем на бой. Вот они начинают говорить, что жарко. Это просто. Слушай, не говори о сердце. Большой плюс этих приедет в том, что у них... Они огромные. И у них очень толстый панцирь. И у них этот панцирь получается, как и собственная кослюнка. То есть наша задача их просто вот так перемешивать, чтобы они равномерно прогревались. То есть у них внутри воды просто... Ой, не уходи. У них внутри воды просто колоссальное количество. Вот им нужно просто ее прогреть. И они начинают как бы прожариваться, провариваться, протушиваться, провариваться как бы одновременно. Изнутри. И вот это вот дело у нас работает. Ну все у вас, ребята, отдадите. Вот, смотри, разница, да? Между вот этим и вот этим он сразу стал бодро-оранжевым. То есть он прогрелся. Эти порозалили, вот побелели. То есть он начинает менять цвет и температуру. И это хорошо. Поэтому мы ждем, чтобы они так еще немножко прожарятся. Итак, вот товарищи у нас отжарились. Прям видно они. Кто-то зарумянился, кто-то стал более оранжевым. Кто-то вот побелел, потом порозовел. Куда от стыда покраснел, да? Кому-то стыдно, что он как плохо прогрелся. Но здесь у нас все хорошо. Итак, поехали. Что там такое? Это интересная штука, называется каненский перец. Опасная вещь в том плане, что если его положить много и вовремя не вынуть, он отдает такую остроту, что просто есть желание убивать. Поэтому ее больше одного никогда не кладу, но я не любитель острого. Если любитель острого, то буквально два сушеных каненских перчика. Так, где-то здесь у нас была вот эта острая паприка. Ну, она такая острая, конечно, она просто. Каждый по вкусу должен. Да, ну, лучше, скажем так, если поострее, то больше острой паприки. Если более как-то так пикантно, то больше легкой сладкой паприки. Я не люблю очень острой, я люблю с перчинкой. Ну, чтобы вкус был. Да, я предпочитаю... Это что? О, это сладкая паприка, понюхай. Это вот такая вот красота. Это красный перец, сладкий. В связи с тем, что у нас здесь почти полтора килограмма, нужно его довольно много. Да, полтора килограмма, кажется. Его надо тратить, поэтому его нужно много. И теперь перемешиваем. Это выглядит аппетитно. И сейчас начинает меняться запах просто кардинально. Единственное, я вижу, что эти товарищи немножко суховаты. У нас здесь течет горная вода, поэтому можно прямо из-под крана чуть-чуть воды. Потому что это должен... Еще чуть-чуть. Это должен немножко получиться как бы такой... Как бы такой... Как бы это сказать, перечный соус, что ли. Ну, в общем, это должно быть чуть более влажненькое. Оно сейчас начнет выпариваться и начнет пропитывать всю эту нашу историю. Конечно, этот рецепт применительно к вот таким, к такого размера креветкам сразу готовить я бы не рекомендовал. То есть лучше потренироваться на небольших лангустинах и так далее. То есть когда ты уже начинаешь чувствовать именно продукт, тогда ты понимаешь, сколько чего ему надо дать. Потому что если ты сделаешь то же самое для лангустинов, вот то, что я сейчас сделал для того же объема лангустинов, они бы были уже невозможными. Они были бы переперченные, они были бы... Перевод именно паприки было бы очень много, не было бы вкуса. То есть вот для вот этих ребят это вот то, что надо. И вот сейчас та водичка, которую мы залили, вот мы перемешаем. Перемешать равномерно перец? Да, чтобы перец разошелся прямо вот это всем. И учитывая, что внизу еще немножко воды, то есть как бы снизу вверх мешаем, лишний перчик уйдет в воду, и останется вот этот великолепнейший сок. И там на дне останется соус. Товарищи уже довольно хорошо обжарились, напитались перчиком, соком. Вот если посмотреть, кипит наша жижка. Мы периодически помешивали, что он гораздо мешал, мы просто их кинули. Мешал миллионы раз. Просто вообще морепродукты покой не любят, они не любят быть одни. Это как жареная картошка. Я оставил жареную картошку надолго, приходишь, уже одна сторона сгорела. Ну какие они, красивенькие. Ай, супер. И вот теперь, как-то всей этой красоте, мы выдавливаем два лимона. Ну где-то на килограмм, где-то лимон для выдавливаем. Но мало того, что мы его выдавливаем, когда мы его выдавили, разрезаем пополам, прям запыхиваем туда седру. В связи с тем, что здесь полтора килограмма, здесь мы выдавим два лимона, даже, наверное, чуть больше, чем полтора килограмма. Такими руками можно и высоковыжимать, шик и все. Вот Борис тоже, да, он в чем, так он еще выдавит так, что я еще позавидую. Так, вот великолепно, куда-то ушел. Вернись, ты нам еще пригодишься. Вот. Это два лимона сейчас, да? Да, это два лимона и цедру от всех тоже кидаем туда. И теперь замешиваем всю эту историю, чтобы лимон у нас тоже оказался в соусе, и мы не просто выдавили лимонный сок, а чтобы цедра тоже искупалась, и она начнет в горячий сок отдавать свой сок. Ух, какие нехрустящие стены. Вот. Вот, мы прям туда подзакапываем. И супер. Вот так. Вот так. И даем им буквально 2-3 минутки, чтобы они вот вытащили все необходимое. И эти 2 минуты мешать уже не надо, да? Нет, нет, вот они как стоят, так и стоят. Интересно наблюдать, когда они начинают прожариваться, у них начинают отрываться усы, и усы становятся очень ломкими. И вот примерно так же, вот я буквально не прикладываю усилия, они рассыпаются. Примерно так же будет с их панцирями, они стали очень такими тверденькими, но при этом очень ломкими. И вот они сейчас вот так у нас чуть-чуть протушиваются. Вот и все. Это мы вынимаем. Потому что дальше он начнет как бы уже разваливаться, это будет довольно некрасиво. Так, и теперь все, они окончательно у нас взяли в себя все соки, воды и все прочее. Теперь нам нужна кастрюлька. Убожили, скинули усы, кастрюлька, да, они потеряли усики, лапоньки, да простит меня Оринпис. И теперь вот эту всю историю мы перекладываем в кастрюльку. О, какой соус классный получился. Оп, не уходи, останься. Спил жалко. Да. Это мы ставим сюда, обязательно накрываем, обязательно накрываем крышкой. И теперь начинается самый интересный. И что это лимон, да? Мало того, что мы добавляли лимон в сковороду, это именно для приготовления. Ну, в связи с тем, что оно стояло на огне, это все довольно неплохо испаряется. Поэтому теперь мы добавляем лимон в готовое блюдо. То есть, в принципе, это кисло не будет, да? Нет, ни в коем случае. Здесь, вот в этом соусе, вот оно сейчас немножко пахнет, немного грубовато. Вот оно пахнет вот такими чуть ли не свежими морепродуктами, хотя почти готово. А лимон сейчас все это исправит. Просто туда не жалею. Если у кого-то повышенная кислотность, там, желудка и так далее, количество лимона можно регулировать. Но вообще, с учетом, ребята, и цедру сюда уже не кидаем, потому что будет горчить. Здесь уже без цедры. Ну, в общем, все, выдавливаем, да, и оставляем. Да, выдавливаем лимон, даем постоять пять минут и вперед на дегустацию. Угу. Вот если посмотреть, они довольно все такими станут, но вот если посмотреть, видно, что панцирь практически прозрачен стал. А вот это все чистейшее мясо. И вот история в том, что мы сейчас это все замешаем, и они станут вот такими все, и это будет безумно вкусно. Вот. Мы берем этого товарища. Там даже сок у него плавает внутри. Отрываем ему кушбан. Если посмотреть, он аж плачет соком. С ума сойти. Вот этот зажаренный вкус, я его просто обожаю. Теперь мы его так вот разделываем. Очень ломкая стала у него чешуя. Это те, которые мы готовили первый, да? Ой. Я поперхнулся с сырной, бабочки. Смешно. Как вкусно. Почему я еще не ем? Ха-ха-ха. Это что ж такое? Ха-ха-ха. Давай. Давай шопинал. Вот. Вот это делаем мы. Итак, вот мы его очистили. Вот такой красавец. Я люблю немножко его мясо сдабривать лимоном. Прямо вот перед тем, как в топочку бросить. Мамочки. Прикольно. Ммм. 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 Вот это обжаренное мясо. Я близок к нерванию. Обжаренное. Да, я близок к нерванию. Обжаренное вот это вот мясо. Чуть с лимоном. Оно зажарено. Чувствуется вот этот вкус зажаристого. О. Это то, что нужно. Рекомендую. Это рецепт наш классический. Это вот этот мы. Который. Соуси. Хорошо. Но сейчас мы посмотрим, что там по мясу. По мясу. В связи с тем, что креветка очень большая. Ну, вы видели насколько она большая. Ой. Ей трудно брать в себя соус. Чтобы она брала в себя соус. Это нужно оставлять на довольно долгое время. Но когда так вкусно. Мы не можем этого себе позволить. Поэтому, когда мы достали мясо. Оно вот в этом перечном соусике. Ммм. Великолепно. Немножечко сдабриваем лимоном. Если обычные лангустины так приготовить. Они будут. Вот их кушаешь. Они будут вот идеально. Даже ничем приготовить. Сдабривать не надо. А эти. В связи с тем, что они очень большие. Сдабриваем лимоном. И буквально несколько кристалликов вот этой крупной соли. И туда. В топку. Ммм. Вкусно. Это великолепно. Конечно. Ох. Немного больше действий. Что нужно уже перед, как говорится, перед подачей это все кушать. И посыпать и поливать. Но. Вот. С точки зрения вкуса. Это великолепно. Ну и самое главное. Кушать. Пиланды. Промыть рот. Не бойся. Ммм. Это великолепно. Ммм. Ммм. Ммм.